Сегодня в мире не проводят пересадку свободного кожного лоскута людям, потому что он отвергается. Пересаживают только лоскут на сосудистой ножке, что требует кропотливой работы хирурга и долгого времени для приживания материала. Соответственно, это отражается на эстетической части процедуры, особенно если речь идет об операции на лице. Над этой проблемой задумались ученые Казанского университета и разработали модель для изучения действия лекарственных препаратов на пересаженной свободный лоскут кожи. С результатами исследований они выступили на международной конференции в Санкт-Петербурге, и юрий удостоил их диплом второй степени. Мы проводили операцию на крысах, мы брали свободный кожный лоскут у крысы, естественно, он отторгался, но на самом деле уже сегодня производится испытание препарата, пока секрет какого, который позволяет сосудом прорастать в область лоскута, и при этом лоскут лучше приживается, и есть возможность, что со временем полностью будет приживаться лоскут. Исследователи планируют и дальше проводить опыты этого препарата, чтобы узнать, будет ли он эффективен для человека. Но результаты экспериментов на крызунах весьма внушительны, при том, что до казанских ученых этот метод никто не применял. До этого это вообще были многостадийные операции, которые где-то требовали полугода времени, чтобы пересадить лоскут кожи со здорового места на поврежденное. Через некоторое время, возможно, мы сможем пересаживать свободный кожный лоскут на поврежденное место буквально, я не знаю, за одну операцию.